Мода. Ресторан. Как за считанные минуты привести себя в порядок? Советы стилиста Елены Лонской. Здравствуйте, Лена. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня, как стилист известного журнала, можете порекомендовать в смысле причесок? Какие модные тенденции? Наконец-то справедливость восторжествовала, и на первый план, на первое место выходят естественные волосы, здоровые, блестящие, которые поражают своей естественной красотой. Ну вот хорошо тем, у кого длинные, роскошные, такие тяжелые волосы, да, действительно так причесал, ровно подстриг, и ты выглядишь шикарно. А что посоветуете обладательницам коротких стрижек? Ну, я соглашусь с вами, Татьяна, что длинные волосы женщину украшают безумно. Но сейчас на первое место выходят как раз короткие стрижки, очень модно короткие стрижки. Да какой стрижки? Уж совсем короткие? Совсем, совсем короткие, спортивные стрижечки, очень модно. И я надеюсь, что в ближайшие два года в России все-таки они придут и завоюют свое место. Леночка, ну вот скажите, допустим, я собираюсь сегодня на ужин, как мне свою прическу, вот каким-нибудь легким движением руки превратить в более такую вечернюю, но в то же время, ну может быть, более изысканную, но и не вычурную, правда? Я сама и не очень-то, наверное, это и смогу без помощи стилиста. Как-то это возможно сделать? Это возможно, и опять вы попадаете вот в самую серединку, в самую точку, потому что среди вечерних причесок тоже преобладают модные прически, совершенно естественные. То есть даже если я пошла в парикмахерскую, провела там три часа, потратила кучу денег, выглядит я должна так, как будто бы я просто зашла в ванну, легко причесала. Можете смело требовать от мастера, чтобы вам создали вот такую вот естественную легкую прическу. Ну что же, я думаю, Лена, пора нам уже просто от слов перейти к практике. Я сейчас хочу пригласить в студию двух очаровательных девушек. Представим, что они получили приглашение на ужин. Вот хочется быть неотразимой и блистательной. Но впереди-то рабочий день, где в офисе строгий дресс-код и излишества совсем не приветствуют. Что делать? Я передаю образы правления вам. Девушки, проходите, пожалуйста. Вот мы сейчас посмотрим, как они выглядят. А вы, Леночка, творите. Так, ну что же, Лена Ланская уже этот девушек преобразила, я смотрю, да? Да, остался последний вот штрих. Какие красавицы! Я последнюю шпильку закрепляю. Сейчас есть... Были обычные распущенные волосы. А получились просто какие-то фантастические прически красивые. Ну, вообще, да. Нужно себе нарисовать форму воображения, которую бы хотелось сделать, и уже стремиться ее видеть. А вот здесь, что вот на этой части? На этой модели это совершенно... На этой модели тут разделение на две части. Да, всего лишь разделила на две части. Обыкновенно скручиваем в жгут волосы, как бабушкин пучок называется. Концы не заправляем, оставляем свободными. И затем в свободной технике их формируем так, чтобы была красивая линия. Все. Хорошо. А вот можно так одним движением руки усилить дневной макияж, в общем-то, достаточно легкий, и превратить его в более яркий вечерний? Как говорится, легко. Выделяем всего лишь внешний уголок глаза, делаем акцент на него, и все. Опять же, выбираем форму в соответствии с вашей внешностью. Несколько движений. Приподнимаем. Вот такими легкими движениями. Все. Два движения. Я смотрю, по-прежнему у девушек нет помады на губах, да? То есть по-прежнему... Помады... Блеск все-таки у нас. Блеск не отяжеляем, потому что блеск делает более пухлыми губки, свежими. Ну что же, Лена, спасибо огромное. Вы просто вот выставили сегодня в роли такой доброй феи крестной, которая превратила девушек буквально в принцессу, и они готовы к балу. Я бы даже сказала, ну, или к балу, так, к ужину. И я думаю, в таком виде, внимание и принцип им обеспечено. Ну как считаете, девушка, да? Безусловно. Вы себе нравитесь? Я не уверена. Мне вы очень нравитесь. Субтитры сделал DimaTorzok